как бы вы описали сегодняшнее время национализм россии для русских порно на державность довольно жесткая цензура чему нас в таком случае учат русская история не знаю не могу сказать точно вы были одним из тех кто 90-е уезжал в америку но при этом назвали это крупной ошибкой ты всегда будешь чувствовать себя примерно как узбек в россии пушкина довольно много произведений ниже среднего уровня бесноп да почему так происходит что в сознании многих людей до сих пор есть противостояние сша и россии ну отчасти это зависть гегемоны путин мой сверстник если вот политики были бы моложе мир был бы лучше но для обновления лучше моим продюсером является моя жена рима дорогого с лекции стоит дорого а а а а а Здравствуйте, друзья! Это не Фарбсы! Меня зовут Ярослав Бабушкин. Сегодня мы в Санкт-Петербурге. Приехали в гости к известному российскому историку, писателю, преподавателю и во многом, на мой взгляд, к предпринимателю, к Льву Лурье. Лурье – обладатель нескольких крупных наград за статьи, книги и фильмы по истории Петербурга и России. Его можно назвать потомственным историком. Отец занимался историей культуры и русским средневековьем, а дед был знаменитым филологом и историком античности. И хотя Лев получил экономическое образование, он всю жизнь посвятил гуманитарным наукам. Добрый день, меня зовут Лев Лурье. Я историк, занимаюсь в основном историей Петербурга и вожу по нему экскурсии. В 89-м году вместе с коллегами и друзьями Лурье основал Санкт-Петербургскую классическую гимназию, сегодня известную как Школа 610, где сам преподавал до недавнего времени. Кроме обязательного набора предметов, здесь изучают, например, мертвые языки, древнегреческий и латынь. В начале 90-х Лурье несколько лет жил в Соединенных Штатах Америки, где преподавал русскую историю в престижном гуманитарном колледже Колби в штате Мэн. После возвращения в Россию начал карьеру журналиста, поработал во многих изданиях. От журнала «Сианс» до «Коммерсанта» вел программы на «Эхе Петербурга» и «Нива-ФМ». В середине 2000-х в течение шести лет возглавлял дирекцию документального вещания Петербургского пятого канала. Выпустил множество проектов по истории города и России. «Я свободен, словно птица в небесах, я свободен!» Легко быть панком, растаманом или рокером в современном Петербурге. А представьте тебе, скажем, хиппи в Северной Корее, где все одеты одинаково. Это какой-то путь на смертную казнь. В 2011 году Лев Лурье основал популярный в Петербурге Дом культуры «Льва Лурье» – своего рода центр организации культурного досуга. Участники проекта проводят экскурсии, организовывают лекции и другие активности. Кроме того, Лурье инициирует и городские проекты, например, ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова. Вот это тоже смешное. Мы развисели 25 табличек с указаниями довлатовских адресов. 23 сперли в первый же день. Совершенно очевидно, потому что это сувенир, а не потому что люди хотят поглумиться на Довлатово. Здравствуйте, Лев Яковлевич. Большое спасибо, что согласились на это интервью. Мы сегодня у вас в кабинете, его записываем. Как ваш год прошел, Лев Яковлевич? Да не очень. Как-то холодно. Международные события не развлекают. Вы сильно рефлексируете от международных событий? Или вы смотрите на них, как на песчинку времени в большом историческом процессе? Сильно рефлексирую. А это правильно, на ваш взгляд? Да, слушайте, дочка у меня в Соединенных Штатах, сын в Израиле. Естественно, это не радует. Как не выпасть из какого-то продуктивного состояния, когда такие события не радующие, печальные? Ну, надо занимать себя какой-то полезной деятельностью. Вы что делаете? Книжки пишу. Лекции читаю. Это такой вид сублимации в чем-то? Ну, наверное, это вид самовыражения. Можно считать самовыражение, это сублимация. А чем вы сейчас увлечены, над чем работаете? Я только что закончил книгу про чеховское время в Петербурге, время правления Александра Третьего и начало правления Николая Второго. Такое, это уже довольно мрачноватое время, когда, значит, вот молодой московский писатель Антон Чехов приехал сюда и совершил невероятно быструю бурную карьеру, которая закончилась провалом пьесы «Чайка» в Александринском театре, и он остыл к нашему городу. Вот это такая everyday life и всякого рода изменения интеллектуальных интересов русского общества перед началом революции. Это время перекликается очень. Ну, тоже такая идея скреп, идеологическая. Константин Гведоносцев, национализм, Россия для русских, русский стиль во всем, спас на крови. Упор на державность. Довольно жесткая цензура. Ну, вот из того времени вышли довольно печально в революцию. Они вышли не в 917, все-таки, а в 905-й. Это разница. То есть, в результате того, что потом произошло, это, естественно, кровавая всякая революция, отвратительная, кровавое действие. Но все-таки Россия получила парламент, Серебряный век, Дегилева, Ахматову, Лука. Много чего. Столыпина, если хотите. Столыпин при этом был довольно жестоким человеком, несмотря на то, что он провел огромные полезные экономические реформы. Столыпин, да, был очень жестоким человеком. Не случайно говорят о Столыпинском галстуке, имеется в виду Визелица. И при нем было репрессировано... Ну, только Сталин репрессировал больше. Да, при этом для многих Столыпин, там, из основного курса учебника истории, там, еще не отмодерировано нового, который я помню, всегда подчеркивается, что Столыпин – это человек, который провел в России чуть ли не самые эффективные экономические реформы. Начал реформу, которую он не провел, то есть, он не сумел сделать из русского крестьянина фермера, просто не успел. Столыпин стал премьером в шестом году, а в одиннадцатом он уже погиб. То есть, он всего пять лет был премьером России. Но сам тренд постреволюционный, экономический, ну, и, конечно, не без участия Столыпина, был невероятный. То есть, Россия росла такими же темпами, как Китай в прошлом десятилетии. Вот, нынешний Китай. То есть, вот удвоение валового продукта, оно за пять лет было достигнуто. Если бы не Советский Союз, вы думаете, там, Российская империя того времени была бы самой ведущей державой? Ну, почему не Советский Союз? Там началась Первая мировая война, которая, естественно, прервала экономическое развитие. Нет, ну, Советский Союз – это другая история. Советский Союз тоже добился довольно существенных экономических успехов. Просто по-другому. Как вот оценивать историческую личность, да, когда, с одной стороны, это огромное количество репрессий, вы сказали, там больше только при Сталине было, и такие полезные дела в российской экономике, да, которые ведут к прогрессу, к росту, в общем-то, к абсолютно правильным вещам? Ну, слушайте, оценивать надо по амплуа. Гамлета надо оценивать как Гамлета, а Джульетту как Джульетту. Значит, у него была определенная цель, у него были определенные диалоги. Столыпин был человеком некоррумпированным. Абсолютно, так сказать, что говорил, то и делал. Но он шел на некоторые компромиссы, он был все-таки политик. И исходя из этого, он, в общем, так сказать, оптимально выполнял свою работу. Другое дело, согласен ли я со Столыпиным, смог бы ли я так вести себя, как Столыпин, была ли какая-то альтернатива Столыпину – это другой вопрос. Но, как известно, банальность. История не знает сослагательного наглонения, поэтому мы не знаем, чтобы другой человек делал на месте Столыпина, было бы это лучше или хуже. Но просто я довольно хорошо себе представляю дореволюционную бюрократию. И в смысле красноречия, волевых начал, знания российской жизни Столыпин, конечно, выделяется. Много у него последователей среди современных предпринимателей. Там даже есть Столыпинские клубы разные. Ну, слушайте, они могут называть все это как угодно. Столыпин же не предприниматель, Столыпин – государственный деятель. И в этом смысле, ну, мне кажется, что реформа, которую предпринял Столыпин, принесла России больше свободы, чем она имеется сейчас. В 2023 году? Ну, с 2010-х, да. Некоторые говорят, что сегодня вот эти все события, спецоперации, экономическая там изоляция, санкции, некоторые подчеркивают, что по-другому у нас бы не было развития внутреннего рынка, собственных компаний, и там этот протекционизм, он в чем-то нам очень полезен. Вот я слышу такое от крупных бизнесменов достаточно. Ну, каким-то бизнесменам, которые занимаются импортозамещением, естественно, отсутствие западных конкурентов полезно, что там говорить. И российская экономика, в общем, оказалась гораздо более крепкой, чем советская в начале 80-х годов, когда такое же перенапряжение вызвало крах. Во-первых, посмотрим, чем это время кончится. А во-вторых, это непонятно, улучшает или ухудшает. То есть отсутствие конкуренции, исходя из всех экономических законов, приводит к ухудшению качества. Так что здесь есть плюсы и минусы в таком изоляционизме. Как бы вы описали сегодняшнее время? Ну, тяжелое время. Одно из самых тяжелых в истории России. Ну, надо надеяться. То есть оно еще может ухудшиться. Еще не все пересечено, но, конечно, это время требует стойкости. 91-й год лично для вас проще дался? Ну, 91-й год это было счастье, конечно. Ну, многие называют его трагедией. Ну, может быть, многие называют трагедией. Но я помню миллион человек на дворцовую площадь, великующих. Экономически, конечно, 90-е были тяжелее, чем сейчас. Сомнений в этом нет. Но 90-е дали освобождение огромному количеству людей для того, чтобы самовыражаться. И, конечно, для меня, человека выросшего в советское время, когда мы не давали работать, 90-е были счастливым временем. Ну, то есть счастливее, наверное, были уже начало 2000-х, когда это все закончилось в экономическом смысле. Но, в принципе, 90-е я воспринимаю как праздник. У вас бывает страх, переживания? Ну, конечно, бывают. Но, в общем, у меня более или менее приличный характер. И такой... Мне кажется, что я более или менее умею бороться со стрессом. Хотя иногда довольно тяжело. Одно видео сохранил перед тем, как к вам сюда прийти. Хотел, чтобы вы на него как-то отреагировали. Пушкина сослали, Лермонтова сослали, Достоевского приговорили к смертной казни, но пожалели и сослали. Толстого отлучили от церкви. Бунин покинул страну, Нежинский покинул страну, Тефи эмигрировала, Сажа Черный эмигрировал, Мережковский эмигрировал, Гипиус эмигрировала, Набоков эмигрировал, Кандинский эмигрировал, Шаляпин эмигрировал, Рахманинов эмигрировал, Стравинский эмигрировал, Репин эмигрировал, Михаил Чехов эмигрировал, Маяковский покончил с собой, Есенин покончил с собой. Губелева расстреляли, Ахматова не публиковали, Молитарштама сослали и убили, Цветаеву сослали и довели до самоубийства. Булгакова травили и не публиковали, Пастернака травили и не публиковали, Бродского травили, сослали и выжили из страны, Солженицына травили, сослали и выжили из страны, Довлатова травили и выжили из страны, Сахаровский центр закрыли, мемориал ликвидировали, Глуховский уехал, Звягинцев уехал, фильмы Сокурова запретили, Серебренников уехал из страны, Гоголь центр закрыли. Это что, на ваш взгляд, какое-то передёргивание фактов отчасти? Да нет, по-моему, он ещё не сказал нам, что Рылеева казнили, а Вакума сожгли в земляной тюрьме. Я могу просто добавить. Вы с этим согласны совсем? Ну да, что здесь, это факты. Ну, вот когда ты видишь такое, да, на миллионную аудиторию, это очень популярное сейчас видео, ощущение, что если ты талантливый, успешный, то всё тлен. Ты обязательно, там, тебя куда-то сошлют, запретят и прочее, прочее. Вот чему нас в таком случае учат русская история? Ну, она учит тому, что занятие культурой – это такой специальный экзистенциальный выбор. Ну да, всё это правильно, всё это правда. Солженицына здесь нет, например, да ещё. Но Солженицына, Ахматова, не знаю, Казимир Малевич, Пастернак – они остались. Без них русская культура не представила. Вы уже вот в школе не преподаете, но было бы у вас эта двойственность, да, вот как там ваш отец говорил, что надо будет в школе быть одним, там, в публицистике другим. Вот это раздвоение некоторое, конфликт, который есть. Я не думаю, что, например, я тоже преподавал и при советской власти, и там Алексей Алексеевич Венедиктов преподавал при советской власти. Я не думаю, чтобы он говорил что-то значительно отличающееся от того, что он сказал сейчас. Дети необычайно тонко чувствуют правду, неправду и так далее. И всегда можно найти слова, которые, как бы, они могут, можно говорить не всё, не всю правду, но только правду. Вся русская литература, про которую вы прочли мне вот этот душераздирающий текст, она вся построена на изоповом языке и на том, что между читателем и писателем устанавливается некая связь, в которой не нужно всё говорить, и так всё понятно. Этот изопов язык и является таким тонким канатом, по которому можно найти правду. По которому идёт русская культура, да. Самая большая книга, которую вы в жизни прочитали? Роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». То есть больше не было? По-моему, нет. Стоило ли целиком её читать? Многие, когда хотят там как-то схалтурить перед экзаменами, смотрят сериалы и краткое содержание. Слушай, мне как-то не для экзаменов это надо было, просто торкнуло, что называется. Я много раз перечитал «Война и мир». Ваш персонаж? Или сцена, может быть? Да всё мне там нравится. И Долохов, и Билибин, и Старик Ростов. Нет, ну это... Я очень люблю Толстого. Как бы Толстой нормализует человека. А он не слишком патетичен был? Он абсолютно не патетичен. То есть он патетичен в своих поздней религиозно-философской прозе. Да-да-да. И сказки у него отвратительные. Вообще, как детский писатель, он был ужасен. Ой, это хорошая рубрика. Что ужасного у великих русских писателей? А вообще... Ну, как бы он улучшает человека. Мы, в общем, люди безрелигиозные. А Толстой, конечно, человек, который понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Это страшно важно. Это как чтение Евангелия для русского человека. Что ужасного у Пушкина? Прям не можете читать. Ну, на самом деле, «Бахчисрайский фонтан», «Руслан Людмила», «Анжела». У Пушкина довольно много произведений ниже среднего роля. У Маяковского есть что-нибудь? У Маяковского примерно 90% полного фуфла. Максим Горький? Максим Горький тоже писатель, крайне неровный. Можно читать только автографическую трилогию, некоторые ранние рассказы и пьесу на дне. Чехов? Вот у Чехова провалов гораздо меньше. Я меньше люблю драматургию Чехова, хотя «Вишневый сад» мне очень нравится. Чехов просто психологически сложное чтение, потому что Чехов очень, на самом деле, пессимистичный, в общем, писатель. Чехов, что называется, хотя он бывает невероятно смешным, но большие произведения, типа «Палата номер 6», «Скучные истории» – это всё, прямо сказать, не улучшает настроение. Есенин? Есенин – это Онегин Гаджи Касимов, Лев Ашанин. Он был не бестоланный парень, иногда у него что-то вырывалось, но это, конечно, ещё не культурная целина. Не жалкий, но подражатель Блока в этой структуре, но не трагический тенор эпохи, как Блок. А Блок? Блок был – это удивительное сочетание, в общем, не очень умного человека и абсолютного, действительно, вот когда Ахматова сказал «трагический тенор эпохи», ну вот как бывает бас или там тенор, мы же не обязательно быть умным, и даже великим актёром не обязательно быть, но как бы это всегда чистый звук, потрясающе чистый звук. Гоголь? Гоголь – абсолютный гений. О как! Вы ангажированы клугом гоголеведов? Нет, но у него тоже бывают страшные падения. Отлично. Поэзия, значит, так сборник Арабески, второй том «Мёртвых душ», там бывают сильные падения, но в «Женизьбе», в «Игроках», в «Ревизоре», в «Мёртвых душах», в «Невском проспекте» он просто… То есть такая степень виртуозного владения юмором труднопредставима. Булгаков? Булгаков тоже менее ровный, чем Гоголь. Я его в разных кусках люблю больше и меньше. Я, конечно, как и всё моё поколение, воспитан на «Мастере и Маргарите», но со временем она стала нравиться мне меньше, потому что стала частью пуп-культуры. А я люблю «Белую гвардию», люблю господина де Мольера, люблю театральный роман. Достоевский. Ну, я про Достоевского написал книжку «Петербург Достоевского». Я очень люблю Достоевского. Достоевский не оценен или недостаточно оценен массовым сознанием как юморист. Он очень смешной. Вот это сочетание страшного этого Достоевского клубка, который по его романам катится, всех этих истерик и полусумасшедших, сочетается с необычайно смешными кусками. А кто недооценен, на ваш взгляд, в русской литературе? В честь кого не назвали станцию метро или улицу, может быть? Недооценен Юрий Домбаровский из писателей 70-х, 80-х годов. Он мало написал, у него была трагическая судьба, он провел много-много лет в лагере. Думаю, что надо будет заново открывать Ленинградскую школу, то есть, современников Бродского. Это такое бывает. Знаете, говорят, поэты Пушкинского круга. То есть, такое мощное существо, как Пушкин. Он как бы закрывает Боротынского, Дельвига, Рылеева. Их не читают, потому что они получаются подлесок. Вот мне кажется, что, например, Валерий Попов, особенно в молодости, был не менее талантлив, чем Довлатов. А у Довлатова есть что-то провальное? Нет. У Довлатова нет ничего провального. У Довлатова журналистика хуже бывает, не такая ровная. Лев Яковлевич, вашей биографии есть такой факт, что вы придумали день. День Д. Я даже два дня придумал. Я когда работал на Пятом канале, мы сняли двухсерийный фильм о Сергея Донатовича. Снимали его в Таллине, в Нью-Йорке и в Ленинграде, естественно. В 79-м году Сергей Довлатов из Ленинграда через Вену переезжает в Америку. Это как бы начало не то что новой жизни, это переход в какую-то совершенно другую реальность. За границей это путь без возврата, путь совершенно другому читателю, если читатель вообще найдется. Я написал две книжки о Довлатове. Уже начался вот этот стихийный отчасти Культбродского, который как бы главный, получается, пассеровский поэт, наряду с Пушкиным. И мне было несколько обидно за Довлатова. И поэтому я решил сделать такой праздник. Тем более, что Довлатов жил на улице Рубинштейна. А улица Рубинштейна к этому времени стала одной из главных ресторанных улиц мира. Там было много смешного. Значит, по ходу дела мы выяснили, что некий предприниматель по фамилии Никитин, я вспомнил. У него была такая история. У него сын плохо читал. Ну, не то что плохо читал, это был уже почти взрослый человек. Он просто не любил читать. И Никитин очень огорчался. И как-то он приходит и видит, что сын что-то читает. Он говорит, а что же ты читаешь, дорогой? Он говорит, да вот такой писатель, Довлатов. Очень интересно. И тот почитал, ему тоже понравилось. И он думает, как бы мне это отметить? Почему памятника нет? И, значит, он заказал памятник. Скульптор сделал памятник. Он был в полной уверенности, что памятник можно поставить. Пошел Смольный. Смольному говорят, кто это такой вообще? Его нет в учебниках. Мы не будем ставить. Довлатова нет. Да. Это было еще время Валентины Ивановны Матвиенко. Ну и когда мы начали делать ДНД, значит, нам обратился депутат Государственной думы Сергей Боярский, сын артиста Михаила Боярского. Депутат от Единой России. А у них как раз выборы приближались, да? И как-то, значит, он сказал, что вот давайте мы примем в этом участие, это будет для нас в некотором маркетинге. Я говорю, нет, я бы хотел, чтобы Довлатов прямо связывался с политикой. Вы можете, как бы, понимаете, рекламировать отдельно, значит, Довлатов. Состоялся съезд Единой России, выступал глава Единой России Дмитрий Медведев, и выступал Сергей Боярский. И Сергей Боярский сказал, что вот у нас сложности, вот Довлатов, такой популярный писатель, мы хотели установить ему памятник для того, чтобы как-то прославить нашу партию Единая Россия, а нам не дают. И Дмитрий Медведев сказал, Сережа, задержись потом после съезда. Он тут задержался, Медведев снял трубку, позвонил Валентине Ивановне, и за три дня они решили установить памятник Довлатову. Тогдашний вице-губернатор Албин лично рыл приямок для того, чтобы его установить. Ему установили этот памятник, там бесплатные экскурсии, наливают на улице Рубинштейна, научная конференция, чтение, спектакли по Довлатову, фильм по Довлатову. И так уже сколько, наверное, лет восемь. День Д, это 3 сентября, день рождения Довлатова. Мы отмечаем как праздник. Я думаю, нынешние читатели телеграм-канала Двиттера и Медведева вообще удивятся, когда узнают, что это он повлиял на памятник. Ну что сделаешь? Не вычеркнешь этих заслуг из биографии Дмитрия Анатольевича. Что бы сегодня сказал Довлатов, как вам кажется? Он бы выступал на каких-нибудь программах в Ютубе из Америки, принимал бы в этом участие, как вам кажется? Он был очень апеллистичным человеком, у него были понятные представления о добре и зле и тяжелые ощущения от советской власти. Я не знаю, я думаю, что у него был шанс вернуться в 90-е. Вот это было бы интересно. Бродик не хотел возвращаться, а у Довлатова эти идеи были. То есть он бы приехал наверняка? Да, думаю, что это было бы... зря бы он приехал. Он уже там обжился в Соединенных Штатах. Конечно, у него не было того материального положения, которое был у Ютья Филисандовича, но у него выходила каждый год книжка, и в общем он состоялся как писатель. А за что вы его цените? Потому что у него огромное количество почитателей. Среди молодых людей он очень популярен. Но есть вот другие люди, которые считают, что он описывал все, конечно, безусловно красиво, но все про каких-то женщин, алкоголь и в таких красках. Почему стоит почитать Довлатова, условно говоря? Его же нет в учебниках? Потому что Довлатов, что называется, не пасет народы. Это редкий писатель, у которого лирический герой неудачник. То есть тебя никто не учит у Довлатова. Довлатов – это по-настоящему амбивалентная косвенная проза. Он в этом смысле очень многому научился у американцев. Это вообще, в некотором смысле, не русская традиция. То есть, конечно, он неким образом рифмуется с Чеховым. Чехов, как правило, все-таки, у него нет рассказчика. А у этого почти всегда есть автобиографический герой. И этот автобиографический герой, ну, можно сказать, Олух. Он как я. То есть ты его читаешь, и ты не чувствуешь комплекса по отношению к ним. Патетики какой-то, да? Да-да-да. Не парцы. Вы были одним из тех, кто в 90-е уезжал в Америку, но при этом назвали это крупной ошибкой. И почему вернулись? Что за история? Ну, это как бы и ошибка, и не ошибка. То есть, с одной стороны, это опыт важный. Тогда без интернета, значит, возможность пользоваться американскими библиотеками, где было огромное количество книг, которое здесь было просто не достать, в частности, по русской истории. Это очень важно. Пребывание в иной языковой среде, вызов, который заключался в том, что английский мне было совершенно не нужен в Советском Союзе. Я его, естественно, забыл, и мне нужно было срочно преподавать. И это такое испытание важное, которое я более-менее преодолел. А с другой стороны, это были те годы, когда, собственно говоря, все было свободно. То есть, если бы я хотел стать, не знаю, журналистом тогда, в начале 90-х, то я бы быстрее попал. Понимаете, очень быстро захватывали места. Это было такое ключевое время старта. То есть, я задержался на старте. Ну, вот, собственно говоря, это и есть ошибка. Мне нужно было идти работать, не знаю, у меня тут истории или высшие учебные заведения. Или действительно начинать работать в качестве журналиста, что я сделал позже. Но Америка тогда не разочаровала, как я понял. Нет, Америка не разочаровала. Меня разочаровала идея эмиграции. Почему? Вы абсолютно такой петербургский гражданин? Ну, я и петербургский гражданин. И, кроме того, ты, когда эмигрируешь, ты теряешь весь свой социальный капитал. То есть, все твое... Круг знакомств, репутацию. Ты всегда будешь чувствовать себя примерно как узбек в России. То есть, ты никогда не будешь говорить и особенно писать по-английски так, как это делают твои коллеги. То есть, очень сложно нагнать. То есть, если заниматься тем, чем я занимаюсь, русской историей. Во-первых, русская история в Америке – это примерно то же самое, что турецкая история в России. То есть, она интересна кому-то очень узкому кругу людей. А в России русская история интересна. Ну, вот мы с Михаилом Зыгарем недавно делали интервью. И он говорит, что сейчас к русской истории повышенный интерес. И тогда был довольно сильно повышенный интерес. Но все равно, потому что перестройка была. Ну, то есть, только Россия менялась и вызывала интерес. Но все равно это глубокая периферия американской научной жизни. Что было сложного в эмиграции? Если вашу поездку, то можно таковой назвать. Нет, моя поездка не была эмиграцией. И все-таки я там полтора года пробыл. Это не эмиграция. Ну, сложно лишение круга общения обычного. И ты чувствуешь себя как Робинзон? Это неприятно. Как бы я не могу применить то, что я умею применять. Оно тут не работает. Конечно, тогда доллар стоил очень дорого. И вот эта квартира, она отчасти сработана в Америке. Хотя бы всего полтора года там прожили. Ну, я прожил. Привез какие-то тогда недвижимые. Стоило очень дешево. И вот этот процесс обмена и покупки. Мы жили с супругой, дочкой и тещей в малогабаритной квартире. А тут мы, в общем, короче говоря, как-то мы раскрутились. Но с деньгами у меня никогда не было особо проблем. У вас предпринимательская жилка. Я читал, что ваши предки были купцами. Один был купец. Нет, никакой предпринимательской жилки у меня не было. Нету. Но я, что называется, могу продавать свой труд. Я был самым модным репетитором по истории в городе Ленинграде. И каждый вечер у меня была какая-то куча денежных знаков, которые приносили дети. У меня не было никогда машины, дачи. То есть, у меня не было идеи такого накопительства. Но выпить и закусить я всегда мог. Вот вы сказали, огромное количество денежных знаков. И это еще закат Советского Союза. Откуда эти навыки? Предпринимателям было быть преступно. Мы брали интервью на канале у разных бизнесменов, которых сажали за предпринимательство до развала СССР. Да и в целом люди в России, не могу сказать, что они до сих пор научились хорошо продавать свой труд. Многие этого стесняются. И что касается продаж, многих воспринимают торгашами. Мол, трусы продавать. А продавать свой труд, свой интеллектуальный труд, это непонятно. Вот ваши правила. Как продать себя талантливому учителю, историку, неважно кому, преподавателю? Репетиторство было исключительно распространенным промыслом. Как, не знаю, поездки инженеров, которые студентами были в стройотрядах, куда-нибудь в коме строить скотный двор. Или как обивка двери, значит, к кожезаменителям. Было огромное количество людей. Чтоб тебе жить на одну зарплату, как говорили тогда, да? Чтоб ты жил на одну зарплату. Ничего сверхъестественного не было. Это не было запрещено. Репетиторство. Я не знаю ни одного человека, которого посадили за репетиторство. Существовали так называемые бригады или банды репетиторов. То есть, репетиторы, которые преподавали разные предметы, объединялись в определенные группы. Я был, скажем, со мной вместе. Русский язык и литературу преподавал замечательный петербургский поэт Виктор Кривулин. Еще много разных людей, которые потом стали докторами наук. То есть, там была и биология, и математика. Весь набор сдаваемых дисциплин. Мы нанимали так называемых мальчиков. Мальчики делили водосточные трубы и вешали на них объявления с этими такими оторванными, такими телефонами, которые можно оторвать. Это рекламная кампания. Рекламная кампания, да. Петербуржцы обычно знали уже, какие есть репетиторы. В течение года ко мне ходили ребята отсюда. А в сезон появлялось, значит, огромное количество провинциалов, которые с мамой и папой приходили ко мне. Я задавал какие-то определенные вопросы. Никто историю не знал вообще. И родители это видели. Дети не могли ответить на те вопросы, на которые родители отвечали. И понимали, что не сдаст. Ну, значит, я брал и за 60 часов делал так, что знали они на четверку точно. Вы не считаете себя отчасти предпринимателем? Потому что кроме академической деятельности у вас много всего вокруг. Это и телепрограммы, и экскурсии, и вообще, как это сегодня называют, личный бренд. Нет, ну я не буду преуменьшать своих достоинств. Я довольно креативный человек и многое могу придумать. И увлечь этим людей. Ну, а собственный бизнес, то есть организация, менеджмент и даже маркетинг. Я могу интуитивно что-то понимать в маркетинге, но лучше, когда этим занимаются специалисты. Я всегда был, никогда не был первым лицом в тех предприятиях, в которых я участвовал. А вам кажется, можно научить? Я скорее товар, чем купец. Ну, вы и товар, и купец. Нет, я скорее именно товар. Мне нужен правильный купец. Или продавец. Да. Ну, то, что называется продюсер. Продюсер. А у вас был когда-то продюсер? Ну, конечно, я был все-таки руководителем документалки на Пятом канале. В течение четырех лет снял огромное количество фильмов. И, конечно, у меня был продюсер. Нет, я имею в виду, вы такой личный, который... Лев Яковлевич, вам надо сходить сюда, выступить здесь. Мы сделаем там корпоратив. В этом смысле, да нет. Мы вас продвинем куда-то. Моим продюсером является моя жена Римма, которую вы видели. То есть, она у вас занимается вашим продвижением? Нет, продвижением у меня занимаются те, с кем я работаю. Ну, потому что вы уже наработали себе имя, естественно. Да, с кем я продаю товары. А за расписанием и затем принимать никакое деловое предложение или нет, да, вот этим занимается Римма Евгеньевна. А как, по-вашему, почему вам удалось так отличиться от многих историков? Вот за счет чего? Кроме таланта? Я не могу сказать, что я сильно отличился от историков. Я, мне кажется, неплохой историк, но не могу сказать, чтобы я был именно известен и популярен в кругу историков. Потому что я никогда не работал в России ни в каких высших учебных заведениях и академических институтах. Я как бы со стороны. Что касается всего остального, ну, я думаю, что я довольно способный имя наглость думать. Вы наглый немножко? Уверенный в себе, скорее, да. Это всегда было? Да, думаю, что с детства. То есть я вечно любил выступать со сцены, не боялся публичности. Вы сноб? Да. Вы недолюбливаете москвичей? Нет, я так не могу сказать, что я недолюбливаю москвичей. Они просто хуже? Нет, они не хуже, они лучше. Общаться легче с москвичами, чем с петербуржцами. Москвичи гораздо более открытые, гораздо более демократичные. Но это просто разные стили, да, вот такой северный и такой пассоистический, когда люди считают, что все лучшее было в прошлом и менее наслаждаются настоящим. А московский вот такой более открытый, более легкомысленный, менее глубокий. Говорят, петербуржцы прижимистые. Да нет, я особо не заметил. Пьющие, вот это да. Питере пить? Питере пить, да. Любите выпить или уже нет? Ну, меньше, но люблю. Вам приходят какие-то мысли под чувством опьянения или это все иллюзии? Возможно ли что-то написать талантливое под влиянием чего-нибудь? Написать нет. Но придумать, если вовремя записать, то можно. У вас есть такой лайфхак? Записать что-то там вовремя? Нет, но я, как правило, если что-то действительно по-настоящему умное придумываю и не сильно напиваюсь, я помню наутро. Вы сказали, в Петербурге такие более закрытые люди. Как здесь мог появиться яркий, открытый Собчак? Собчак очень непетербургский человек. Ева всегда человек провинциал. Он, конечно, никакой не интеллигент с петербургскими корнями, а такой вот мещанину в дворянстве. И не без достоинств, я брал у него интервью с немалого, волевой, но не сильно образованный, прямо сказать. Петербургским был, как ни странно, Владимир Анатольевич Яковлев. Конкурент его тогда на выборах. Ну, который в этом стал губернатором. Он из простой семьи, он финн наполовину, сослан был с семьей во время войны в Сибирь, там, собственно, родился, мать сослана. Потом приехал, всю жизнь здесь жил, занимался строительством, вот он был такой петербургский человек, тускловатый, но знающий, понимавший город. Шнуров тоже не петербургский, из такой логики. Шнуров абсолютно петербургский, стопроцентно петербургский. Он в травоядном 2017 году дал мне исторический комментарий, тогда это было перед выборами президента, и я там ряд людей спрашивал, что будет с Россией. Он вот такое мне дал предсказание. Дело в том, что, понимаете, любая империя, она стремится к развалу. Россия в некотором роде империя, мы присутствуем в тот период, когда она трещит, но еще держится, но рано или поздно она развалится. Предлагаю испытать все, что нам выпадет. Это время будет интересным, замечательным, но сложным. Во многом может быть трагичным. Развал, он неизбежен? Или развалы бывают разные? Развалы бывают разные, да. Развал не всегда к несчастью. То есть иногда он к счастью? Иногда лучше избавиться от какого-то грандинозного органа для того, чтобы организм увяжел. Так было, например, со Швецией, насколько я понимаю, когда она поиграла в войне и стала потом таким успешным государством, как сейчас? Так было с Советским Союзом при Ленине, который отчасти уменьшился, но сохранился. Ну да, так было с Чехословакией, которая стала Чехией и Словакией, с Британской империей, с Французской империей, с Германской империей. Я не думаю, что это хорошо, я просто знаю, что это бывает. Всякая деспотия, пока она существует, она сохраняет государство в географических границах. А как только деспотия падает, то неизбежно ослабевает центростремительные силы и начинают центробежные. Что, в свою очередь, может привести к массе трагедий, ну, например, Гражданской войны. Или, например, тому, что мы видим сейчас, в некотором смысле. Отделились республики, да, и вот это привело к известным событиям. Вот, поэтому здесь сложно. Но, в принципе, то, что говорит Шнуров, это абсолютно реально. И здорово, что он в 2017-м... Сейчас он так уже не говорит. Он просто молчит. Сейчас его на интервью не достать. Он молчит. Это сознательный прием. В чем сила США в таком случае? Вы сказали, недавно туда ездили и бывали там в 90-е, получается. Видели совершенно разные штаты. Сила штатов, во-первых, в огромном, так сказать, черноземе культурном. То есть, условно говоря, музеи-музейные мили в Нью-Йорке. Но они больше, чем Эрмитажи Лувра вместе взятые, с моей точки зрения. То есть, это самое мощное собрание культуры, которое только есть. Ну, и потом то, что радовало Маяковского. Вот эта индустриальная мощь, какой-нибудь Бруклинский мост или какие-нибудь небоскребы. И разнообразие жизни. То, что в Нью-Йорке, я думаю, больше венгерских ресторанов, чем в Будапеште. Что не отменяется стейки и гамбургеры. Но это похоже на Москву во многом, нет? Москва, да. Я просто последние годы мало бываю в Москве. Да, Москва очень удобный, богатый город, что говорить. Другое дело, что в Москве, конечно, с Ренуаром и Леонардо да Винчи похуже. Ильев Яковлевич, а почему так происходит, что в сознании многих людей до сих пор есть противостояние США и России? Ну, отчасти это зависть. Потому что это противостояние есть во всех странах Европы. Например, в Англии или во Франции. Антиамериканизм это обычное чувство, потому что американцы, ну, типа самые богатые, самые могущественные, манипулируют, могут ввести санкции, могут вызвать шестой флот с авианосцами и так далее и тому подобное. Так что это такое деколониальное, национально-освободительное, объединяющее не только, то есть, свойственно не только России, но, скажем, и Китаю, и, скажем, и Ирану, и я уже говорю, скажем, Греции, Италии и так далее. Гегемоны, вот это вот, как часто называют американцев, вы согласны, что они все-таки как-то диктуют миру, как жить? Что они в чем-то правда гегемоны? Ну, конечно, они вместе с Советским Союзом и с Китаем, особенно Советским Союзом, вышли победителями из Второй мировой войны главными и поделили в некотором смысле геополитический мир. Они были, так сказать, джандармами и охранниками западного мира, в то время как Советский Союз доминировал над Восточной Европой, когда-то над Азией и над своей территорией. Да, конечно, Соединенные Штаты Америки – это основа западного мира, золотого миллиарда. Другое дело, что Соединенные Штаты Америки сейчас на наших глазах слабеют, это очевидно. Там огромные рогномные внутренние раздоры, и не случайно стреканы соперничают за то, кому быть следующим президентом в Соединенных Штатах Америки. Нету свежей крови. Вот вы ровесник Байдена, насколько я понимаю. Нет, Байден у меня старше. Байден у вас старше, да? Вот можно ли действительно в таком взрослом возрасте справляться с президентством, на ваш взгляд? Ну, видите, все же длительность жизни увеличилась, медицина улучшается. 80 лет превратились из какого-то запредельного возраста в общем вполне нормальный. Вот умер Киссинджер, ему было 100 лет, и он до конца жизни сохранял свежий ум, с ним советовались и консультировались. Поэтому, с одной стороны, конечно, человек 80 лет, это человек с некими инстинктами и правилами, которые выработаны были давно, и которые за это время уже, так сказать, эрозировались, и не так актуально, и не так эффективно. И это проблема, что Трампы и Байдены управляют миром. Ну, и Путин тоже не такой молодой. Путин мой сверстник. Ну, он не такой молодой, но по-своему, исходя из тех задач, которые он перед советом ставит, он, в общем, очень эффективен. А если вот политики были бы моложе, мир был бы лучше или возраст – это условность? Ну, для обновления лучше, да. Для обновления все-таки лучше. Для обновления, для нового этапа все-таки лучше. Мир был бы лучше, если бы политики были женщины, президентов женщин было больше, главкорпораций. Противные женщины, по-особому противные, я бы так сказал. Вот. Но я видел довольно крупного женщину-политика, Валентина Ивановна Мутниенко, но она справлялась с лучшим мужчин, да. Для вас она со знаком плюс больше? Вот во время петербургского периода, так скажем. Да. Во время петербургского периода она сам для меня больше со знаком плюс. Вы почувствовали провинциализацию какую-то за последние два года? Нет. Как раз благодаря интернету я не почувствовал никакой. Причем в моей жизни ничего, так сказать, не провинциализировалось. А как вам кажется, общество, оно вообще меняется с технологическим, с техническим процессом? Или человеческая сущность, она остается примерно плюс-минус одинаковой? Нет, примерно плюс-минус одинаковая. Другое дело, что меняются способы общения, получения информации и так далее и тому подобное. Технологический прогресс, он вообще тогда на пользу или нет? Возможно это как-то оценить? Я не понимаю, что значит пользу. В каком смысле? Приносит ли технологический процесс больше счастья? Ну да. Не уверен. То есть, условно говоря, возможность слетать в Париж или посетить выставку Брегеля в Вене не обязательно лучше, чем любовь к женщине. Согласен. Но вот гуманность, я не знаю, этот мир во всем мире, он по-настоящему нужен людям? Как вам кажется? Или это все просто красивые лозунги, если происходит то, что происходит? Гуманность и мир во всем мире, собственно говоря, нам Христос это заповедовал. Что изменилось? Изменилось-то, в общем-то, ничего. Да. И просто иногда поражаешься с того, что там люди одни живут как будто уже в 22 веке. Да, мы видим там какие-то экологические программы. Это неправильно. Значит, люди в разных веках живут по-разному. То есть, существует там, не знаю, то, что господин Сурков назвал глубинным народом. Он был и есть. Он был бы революцией, он был бы при советской власти. Он есть сейчас. Существует европейская цивилизация, существует цивилизация Юго-Восточной Азии, существует цивилизация Ближнего Востока и Африки. Они совершенно разные. Это зависит от технологического уклада, географии и всего прочего. Условно говоря, разница между низами и верхами не сильно меняется со времен кроманьольцев. Называть людей глубинным народом – это непренебрежительно? Как Сурков вот их так назвал? А он, как раз, непренебрежительно. Он же ориентировался на глубинный народ и, собственно, власть. И говорит, что вот это и есть глубинный народ, который, так сказать, питает нашу силу и наши желания. Это в широком смысле обывателя. Ну, как будто это слышится так, что вот в Москве и Петербурге, там, в каких-то приличных, хороших домах просвещенный неглубинный народ, который что-то понимает больше, чем другие люди. Нет, по-моему, с официальной точки зрения в Москве и Петербурге, значит, народ отравленный европейским анаглосаксонским ядом, который не понимает необходимости самостояния России. А глубинный народ это чувствует, так сказать, вот таким внутренним чувством. И при этом глубинный народ, он якобы, что, меньше образован, меньше читает, ерундой не занимается и верит во что-то там светлое и далекое. Вот он лучше знает как будто бы, да? Да, да. Это естественный человек Руссо. Это такая очень распространенная точка зрения вашего. Я с ней не согласен. Но Лев Николаевич Столстой думал примерно так же. Я просто сейчас, когда путешествую в самые отдаленные города нашей страны, у всех есть интернет, все смотрят примерно одинаковые вещи, кто-то больше, кто-то меньше. Но, по крайней мере, технологический прогресс, он вот эту дистанцию между Петербургом и условно глубинной Россией, он её сократил совершенно. Это верно. Я думаю, что в Петербурге существует масса людей, которые гораздо более глубинные, чем большинство из Линого Кузнецка. Это не предстоитально. Конечно, для провинциальной интеллигенции интернет сыграл колоссальную роль. Я вижу, например, как быстро развивается Екатеринбург. Фактически он стал третьей интеллектуальной столицей России. И вообще сибирские города большие. То, что можно пользоваться в значительной степени всеми библиотеками страны с помощью сканированных текстов, то, что можно принимать участие в дискуссии с разными специалистами-интеллектуалами, не выходя из дома, это для провинции имеет большее значение, чем для столицы. Вот и поэтому кажется, что эта разница, она как будто уже стерлась, и это очень цинично со стороны людей, которые называют своих сограждан глубинным каким-то народом. Нет. Совершенно не значит. В этом же городе существуют дети, матерей-одиночек, пьяниц, людей не очень устроенных, не очень богатых, не очень счастливых, которые не очень заботятся об образовании своих детей. Таких людей очень много. И бедность, и непросвещенность, она имеет тенденцию воспроизводиться. И правильно ли опираться на такое большинство, условно говоря? Я не понимаю слово «правильно». Правильно ведет к экономическому росту, к расцвету, к культурному какому-то... Но если вы ставите своей целью повышение обороноспособности, наличие большого количества контрактников в армии, то имеет смысл. Сейчас такая дискуссия идет относительно бизнес-образования. Вот вам кажется, бизнесу можно научить человека или нет? Я думаю, что если у него есть нужные качества, то можно. То есть я видел выпускников бизнес-школ, которые явно приобрели там какую-то дополнительную квалификацию. При этом понятно, что они с рождения или с детства обладали определенными навыками обращения с людьми и понимали ценность денег и были креативны. Вот, например, Фридман тот же говорит, что бизнесменам надо обязательно родиться, что научиться этому невозможно. Вот вы с ним согласны, что, например, математике можно научиться, а вот этому нельзя научиться? Ну, в какой-то степени да. Это как музыка или рисование. То есть или это есть или нету. Или склонность к волейболу. Если у тебя длинные ноги, то ты будешь играть в волейбол. Если нет, то нет. Как вам кажется, традиционное образование, оно сегодня актуально? Потому что многие молодые люди говорят, что это нам не пригодится, мы лучше пройдем какие-нибудь курсы за 3-4 месяца, выучим там актуальную сегодня профессию, которую сможем применить в жизни, зарабатывать на ней. Я думаю, что, знаете, есть разные случаи. Я, как создатель, один из создателей Петербургской классической гимназии, и как выпускник 30-й школы, это такая математическая школа, считаю, что, во всяком случае, и для способных детей необходимо вот такое тяжелое немецкое образование. Что такое классическая гимназия? Это 4 иностранных языка, 2 мертвых, 2 живых, да. Плюс сильная математика. Ну, плюс, естественно, там история, химия и все прочее в нормальных школьных объемах. Ее, эту школу невозможно закончить, если ты не работаешь. Она, так сказать, сознательно жесткая. Для того, чтобы человек имел навык переключаться от одной аксиоматической системы к другой, и там, сегодня ты торгуешь рыбой, а завтра ты преподаешь сальфеджио. В общем, чтобы он умел быстро включаться и системно работать над разными задачами. Примером является Дуров, да. Вот классическая филология, которая перескакивает в... IT-стартапы суперспешно. Да, да. То есть, это потому что классическая филология действительно... Там без труда не выловишь рыбку из пруда. Это точно, да. Но есть, я знаю довольно много детей, у которых там психика по-другому устроена, или они не способны к усидчивой работе. Но если их можно научить какому-то умению чинить обувь или заниматься какими-то простейшими вещами, связанными с IT, почему нет? Сегодня многие молодые люди воспринимают информацию, историю, любое образование, контент через гаджеты, через телефоны, компьютеры. Чем это отличается от восприятия через книги? Условно говоря, если люди перестанут совсем читать книги и будут потреблять всё только из интернета, с электронных носителей. Слушайте, ну это какая-то такая вечная проблема. Люди всегда мало читали книги. Никогда они больше, чем сейчас, книги не читали. Ну или читали какие-то дурацкие книги. Или смотрели только спортивные новости. Или знают только колобок, а слушали анекдоты и сплетни. И радио. Количество людей, которые серьёзно читают, мне кажется, после ликвидации безграмотности в России не уменьшается и не увеличивается. То есть, на это не влияет там ни интернет, ни какие-то новые социальные сети? Со времён древнего Египта старшие жалуются на младших, потому что они мало читают. Ну вот недавно видел такую дискуссию доктора Курпатова, который говорит, что социальные сети – это быстрый дофамин, и это очень вредно, вы засоряете этим мозг, и вообще надо отказаться от всех социальных сетей, коротких видео, в том числе Ютуба и прочего контента. Ну Ютуб не только короткое видео, там и длинное видео, и мировая классика, и кино. А какая разница, в принципе, между социальной сетью и телефонным разговором? Ну да, это способ некий наладить контакт. По-моему, это чрезвычайно полезная вещь. У вас бывает такое, что вы смотрите там развлекательный какой-то контент, или вы чётко фильтруете там, что попадает в ваш мозг? Ну иногда смотрю развлекательный. Если это смешная комедия, или если это какое-то замечательное введение телевизионной передачи, то почему нет? Если человек остроумный, так и слушать его приятно. Телевизор я не смотрю. Над разными шутками разных блогеров. Если человек подмечает что-то, что вынимает что-то из шума истории и предъявляет, то, конечно, это интересно. Вы действительно прочитали все эти книги? Ну какие-то просмотрел, какие-то прочитал. Это привычка читать вот столько? Потому что я когда захожу в такие библиотеки, думаю, ну нет, ну точно невозможно столько прочитать. Нет, ну я как-то с детства начал читать, был фонетическим читателем, постоянно был с книжкой. Для меня это несложно, я очень быстро читаю. А вы считаете, что там кино, оно вторично в сравнении с литературой, да, когда делают ремейтную книгу? Да, мне кажется, просто, ну бывают синеманы, которые больше любят кино. Я, к сожалению, не синеман. То есть у меня масса знакомых, которые разбираются в кино гораздо лучше, чем я. Я скорее смотрю кино для развлечения. Какие-нибудь боевики. Серьезно? Да. Например, это что, с Брюсом Уиллисом что-то? Крепкий орешек? С Брюсом Уиллисом я очень люблю. Серьезно? Да-да-да, с Аль Пачино, ну, с Корцезе, братьев Коинов, Фарго и так далее. Любимая ваша роль Аль Пачино? Рейсо со шрамом? Или крестный отец? Нет, скорее крестный отец, да. Крестный отец, конечно, это очень важный фильм для цивилизации 90-х. Крестный отец немного рифмуется с Балабановским братом, Братом 2. Балабанов же его снимал, чтобы заработать на другой свой фильм, артхаусный более. Как вы относитесь к Балабанову, к брату? Ну, тоже мастерское кино. И, к сожалению, или это нельзя так творца обвинить в том, что он чувствует какой-то тренд. Конечно, идеология брата, особенно Брата 2, предсказала эволюцию нашей массовой идеологии. Ухватило что-то вот в глубинном народе, что потом вылезло наружу. Сегодня многие дискутируют на тему Бодрова. Вот сегодня он был бы где? На стороне, там, Машкова? Холопы те, кто пищит пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой, погрязшие в ненависти. Мы русские люди. Мы любим нашу страну. Мы за мир без нацизма. Мы за нашу армию. За нашего президента. У него вот это видео знаменитое, где он говорит, там, твоя родина, это твоя родина. Даже если там она воюет, условно говоря. Его сейчас форсят многие паблики. Даже там, если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип. Он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить, вот это было не так, и это было не так. Давайте постарайтесь, чтобы в будущем этого не было. Я не знаю, честно. Ну, бывает, бывает такая позиция. Бывают люди, которые так искренне думают, какой-нибудь Захар Прилипин. Он вам симпатичен? Он способный человек. Нет, он мне не симпатичен. А что касается вот самого брата, это романтизация гангстеров. Ну, там наряду еще есть сериал «Бумер», «Бригада». Нет, там нет романтизации гангстеров. Там гангстеры все-таки довольно отвратительные, и старший брат не может вызывать... Ну, как это? Его обожают. Ну, я не знаю, может быть, его обожают, но это так же, как герои Тарантино или того же самого «Крестного отца». Нет, конечно, это, так сказать, довольно иронически поданный тип, но и в этих двух фильмах, в «Шутняках» значит, ну, вот эта субкультура, она запечатлена современником. Очень хорошо. Из современных авторов кто вас цепляет? Я почти не читаю прозу. Стихи мне нравятся Быкова. И Ганн Левского. Есть такая поэтесса Татьяна Вольская, киностранный агент. Прозу нет, я не читаю. Я читаю публицистику, скорее. А публицистика – это кто, например? Ну, Владимир Пастухов, тоже, по-моему, иноагент. Да и Быков тоже. Да, и Быков – иноагент. Зыгарь – тоже иноагент, сколько я понимаю. А это похоже на... Вот в Советском Союзе был враг народа. Это вот та же самая альтернатива с этими иноагентами? Враг народа – это все-таки существенное. Враг народа – это к стенке, в общем. Ну, или там в лагерь. Нет, это... Я забыл, как это называется. Ну, в общем, это антисоветчик. Вы видите какую-то там шутку истории в вашей жизни, что вы там были, ну, не знаю, насколько можно назвать антисоветчиком, наверное, можно назвать антисоветчиком, и что сегодня спираль там так повернулась снова, что появляются какие-то названия. Ну, мне кажется, что это несколько облегчает мое существование, потому что я как бы привитый. Лев Яковлевич, зачем знать историю? Ну, для интереса. Интересно. Как отличать зерна от плевел? Как вы это делали в Советском Союзе? Вот ваш отец был историком, он вас учил? Да, отец, и отец был историком, и дед был историком. Дед был более знаменитым историком, чем отец. Ну, для этого существует... Понимаете, историк является как бы присяжным заседателем в суде, да? То есть, перед ним ему дают показания, или он выслушивает показания, и принимает решение, виновен ли человек в предъявленном обвинении или нет. То есть, он является и присяжным, и судьей. Ну, это логика и здравый смысл. Ты понимаешь, что данному источнику, ну, и вообще всякому источнику, выгодно представить себя в наилучшем свете. Поэтому он что-то может скрывать. И тяжело, когда есть только один источник. Такое часто бывает, особенно чем древнее, тем это чаще случается. Это требует каких-то особых аналитических способностей от историка. А если много свидетельств, то тогда действительно есть некая полифония. И тебе проще выбрать ту версию, которая кажется наиболее правдоподобной. Не так много людей все равно интересуется историей. Для многих это скучно. Вот ваш совет. С чего начать человеку путь в исторические знания, как вовлечься? Существует историческая билетристика. Существует огромное количество, особенно мальчиков, которые стали заниматься историей, причитав, например, «Три мушкетера». Или, не знаю, уже позже, какой-то роман или Пикуля, или Бориса Акунина, или еще кого-то. И им стало интересно, что же там было на самом деле. Или «Ты, Юрия Таньянова». Я, например, начал заниматься народной волей, как помешанный, после романов такого замечательного московского писателя Юрия Давыдова. Это важный толчок для детского и отрочетского сознания. Есть какие-то замечательные исторические курсы, там Геродот, Плутарх, прощества, которые люди начинают заниматься античностью. То есть есть много чего. Есть Алексей, конечно, читал «Стойк», «Серебряный». Кто-то идет в театр на Ивана Грозного и хочет потом выяснить, что же там было за... Что такое опричнина. Вот так вот. А из современных кто-нибудь там? Акунин, Зыгарь, я не знаю, может, еще какие-то историки? Ну, Зыгарь все-таки для более просвещенного читателя. Это такой научпоп для взрослого человека. Акунин, да, я не могу сказать, что я был таким поклонником прозы Акунина, но это увлекательно. И в свое время я прочел все, что я видел Акунина. Когда готовился к интервью, думаю, прочитаю все, что Лев Лурье сделал про Петербург, чтобы быть подкованным. Открыл этот список и понял, что вы почти про каждый квартал. Не то, что про район, почти по каждый квартал у вас есть какое-то издание. С чего начать знакомство с городом? Ну, мне кажется, что «Лучшая моя книжка» – это первая книга по существу большая. Это «Путеватели афиши» по Петербургу. Ну, потом я разные книжки писал, но про разные такие темы. Но я думаю, что «Преступление» в стиле модерна вполне можно прочесть, потому что это все-таки, можно сказать, детектив, полицейская проза. Лев Яковлевич, что вам дал опыт труда, скажем так, не совсем интеллектуального? Вы были фрезеровщиком, знаете эту профессию. Что хорошего в таком труде? Ничего. То есть, ну, я, в общем, особенно в молодости был довольно легкий человек, поэтому мне не было сложно общаться с моими товарищами по цеху. Но они, конечно, ко мне относились как к разрушительному началу, потому что я, в общем, зарабатывал всегда минус. То есть, больше портил инструменты, чем выпускал деталей. И как только мне удалось перейти из фрезеровщиков в экономисты цеха, я страшно распарил. Потом я поступил в учреждение, которое я называл «Мраморная плитка и мраморная крошка». Это КБ, Лен с ним, в общем, Лен стройматериалов. И там, да, там была такая советская инженерная работа, инженерная, действительно, как в академии там было. Женщины все время что-нибудь покупали, уходя в местную командировку. Потом звонили и говорили, «Лара, в пассаже дают белорусские простыни, нам нужны?» Все говорили, «Ну, слушай, надо взять, потому что потом можно на что-нибудь обменять». Лара стояла какое-то время, потом ее сменяла Наташа. Время-то времени приходил фарсовщик Эдик и приносил джинсы и кофточки. А мой коллега Борис Гройс, который потом стал ректором Академии художеств в Вене, он читал, не знаю, что, Дюргейма, Хайдегера, Лакана и т.д. На разных языках. А потом мы с ним тоже шли в местную командировку. Командировка – это все-то особенное. Командировка – это когда ты уходишь с работы и говоришь, что я не могу написать алгоритм оптимальной разгрузки баржи с песком, потому что мне нужно посмотреть, как выгружают баржи с песком. После чего ты не идешь смотреть, как выгружают баржи с песком, а идешь в публичную библиотеку, в кафетерий «Сайгун» или еще куда-нибудь. «Сайгун» – это сейчас Рэдисон на Невском, да? Да, да. Для вас это памятное место? Да, я там постоял несколько лет. В очередях? Ну, это была очередь, и одновременно это было такое место светского обширя. Что хорошего было в том времени в Советском Союзе? Никто никуда не спешил. Потому что не мог заработать больше, да? Никто не гнался за чем-то. Ну да, не мог заработать больше, и как бы работа не имела выхода. То есть неважно, плохо ты работаешь или хорошо? Ну да, то есть я прекрасно понимал, что никаких научных статей моих не напечатают. Мои приятели понимали, что их стихов не напечатают. Приятели-художники понимали, что их картин не выставят. Так что можно было заниматься чистым искусством. Но был социальный капитал. Здесь важно, что то, что я делал, было интересно моим знакомым. Вы считали всегда интересным и крутым парнем, грубо говоря. То есть вокруг вас всегда был цвет. Ну, я не был никогда особенно центром компании. Но да, всегда у меня были, по крайней мере, разные компании. Одна такая богимная, а другая вот такая компания историков. Ну, кроме того, был отец, у которого тоже были знакомые. Это были такие настоящие, профессиональные советские, или как тогда говорили, подсоветские историки. Среди ваших знакомых есть советские интеллигенты, которые в 90-е смогли стать миллиардерами? Я не знаю, питерскими, там, Белцерковский тот же самый. Ну, я поверхностно с ними знаком. Конечно, я там кого-то интервьюировал, когда работал в «Коммерсанте». Да, есть несколько богатых, очень просвещенных знакомых. Ну, не близких друзей, а так знакомых. Вы втягиваете таких людей в культуру как-то? Да, они сами втягиваются, я не знаю. Там, когда я читаю лекции в Лондоне, Чичеваркин, иностранный агент, он приходит ко мне на лекции. И здесь тоже у меня есть люди богатые, с бизнесами, которые интересуются, задают вопросы. И когда я там подумал. Не то, чтобы я специально как-то так кормлял. Лев Яковлевич, а какие у вас источники доходов были? Как такому академическому человеку зарабатывать деньги? Вот вы как это делаете и делали? Ну, разные были источники дохода. Значит, я работал редактором в таком рекламной осетиле, он назывался ПАЛС, ПУЛЬС, который издавали финны. Довольно живой. Там была Татьяна Москвина, иноагент Губин, и многие другие важные журналисты. И это было популярно. Это, собственно, сделало мое имя. Мне имя в журналистике. Потом я перешел, и там довольно прилично платили, в Петербургский коммерсант. Я был колонистом. И это тоже было достаточно денег для того, чтобы жить. Потом я пошел на телевидение. Я все-таки был начальником Большого департамента. И вот летом 49-го года роскошные квартиры, выходящие на Кроновскую улицу, поменяли своих хозяев. По ночам сюда приезжали футгоны с надписью «Хлеб», вильницы, черные зисы. Они увозили хозяев в пыточные тюрьмы, а их детей в детприемники. Все документальные фильмы, там, 12-серийные, с Шашнуровым, без Шнурова, они все проходили через меня. Это как раз во времена Матвиенко. Легендарная «Полуторка» – главный транспорт дороги жизни. Кабина не отапливается. И зимой руки водителей буквально примерзали к баранкам. А весной двери приходилось снимать, потому что машины часто уходили под лед. Вот на такой «Полуторке» на дороге жизни работал мой дед Шнуров Павел Денисович. Потом я перешел на «Вольное хлеба», организовал Дом культуры «Льва лыдья». И мне там довольно прилично платят. Я напишу книжки. Книжки как раз не очень хорошо оплачиваются. То есть жить на него невозможно. Исторические книги – это неприбыльно? Да, неприбыльно. Может быть, если бы я сдавал их, скажем, в московском издательстве с самого начала, то они бы приносили мне какие-то деньги, на которые можно было жить. А так это слезы. То есть это всегда у вас несколько видов деятельности? Невозможно быть там только учителем, чтобы хорошо жить, условно говоря? Ну вот можно быть экскурсоводом и лектором, и можно хорошо жить быть для меня. А сейчас что вы делаете? Ну вот я читаю лекции, редко вожу экскурсии, преподаю на курсах гидов. Меня заказывают всякие индивидуальные потребители, какой-нибудь «Газпром». Дорого у вас лекция стоит? Дорого. Сколько? Не могу сказать. Обращайтесь в Дом культуры Леволоди. А какой у вас самый прибыльный был месяц жизни? Помните такой? Да помню, но это коммерческая тайна. Ну хотя бы когда это было, я не знаю. В годы телевидения, да, наверное? Ну, бывали, в общем. Что для вас деньги, значит? Ну, я не стремлюсь к какой-то особой роскоши. Я не собираю живопись, графику, мебель павловского времени. Не езжу на Сейшелы и Мальдивы. Те деньги, которые я зарабатываю, абсолютно меня устраивают в том смысле, что я могу, в общем, почти всегда купить книжку, которая мне интересна. Я могу съездить до последнего времени в какую-то ближнюю Европу или даже в Соединенные Штаты Америки. Вот мы ездили недавно. Есть что-нибудь вкусное. Или пойти в ресторан. В агидонист? Ну, в общем, я не могу сказать, чтобы я был, так сказать, каким-то мучеником и носил вериги. Почему важно путешествовать? И важно ли путешествовать? Ну, прежде, когда я был большим пешеходом, это имело большой смысл. Я довольно плохо хожу. Мне нужно там через, кажется, 200 метров садиться на специальный стульчик. Вот. И тогда мы гуляли там с женой по Венеции каждый год. Ну, это замечательно, дико интересно. Что это дает человеку? У нас до сих пор не очень большой процент людей, выезжающих и вообще путешествующих, даже в другие города. Да, это контекст. На самом деле, культура – это умение сочетать контексты. Читать как бы все. Архитектуру дома, книжку и т.д. И ты добавляешь в себе некое новое знание, некий новый ландшафт, некую новую культуру, некие новые картинки. И понимаешь прежние картинки и прежний ландшафт. Совершенно по-другому. Ваша жизнь сильно изменилась после 24 февраля 22 года? Ну, да, изменилась. Дети уехали. Это довольно сильное изменение. Легко было их отпускать? Ну, слушайте, проблема, конечно, нелегко. Так для них лучше, на ваш взгляд? Нет, они тоскуют, конечно, но как-то они устроены. Как вы думаете, может нашу страну ждать приключения на 73 года, как и случилось в 1917 году? Или сейчас все гораздо быстрее меняется? Все может случиться, но в 1917 году все-таки это была другая, гораздо менее гомогенная структура, чем нынешняя страна. То есть, условно говоря, все-таки клановая система, которая существовала дореволюционной России, которая не позволяла миллионам людей самопроявиться, она поэтому и разрушилась. То есть, условно говоря, Чапаева победили в Рангеле. Вот, сейчас, на самом деле, этих Чапаевых нету. То есть, конечно, уже социальные лифты не работают, и уже довольно много людей есть, которые хотели бы проявить себя, но в этой системе они не могут проявить, но такого времени, такого напряжения я не чувствую. А вам не кажется, что все привыкли к происходящему, и в Петербурге, ну, в Москве нету ощущения какого-то ужаса, как это было там полтора года назад, что все смирились, живут спокойно свою жизнь, у кого-то даже лучше дела пошли. Ну, слушайте, это же не так происходит, это острое превратилось в хроническое, но оно от этого менее неприятным не стало. С этим можно жить в общем? Ну, можно жить зубной болью, да. Если бы вы были моложе, вы бы уехали? Не знаю, не могу сказать точно. Лев Яковлевич, в конце нашего интервью пожелайте что-нибудь нашим зрителям, которые хотят критически смотреть на жизнь. Ну, слушайте, что бы там ни говорили окружающие или те, кто недоброжелательно относится к России о русской культуре. Мы живем, конечно, в великой стране. Все фамилии, которые вы перечисляли, они при всей трагичности своей судьбы сделали нашу культуру, нашу литературу, нашу живопись, наш театр великими явлениями, не хуже, чем немецкие, английские, французские, итальянские и так далее. У нас никто не отнимал наши замечательные города, я знаю, Суздалей и Новгороды. У нас народ не хуже, чем другие народы. Сейчас трудно жить, но вот это ощущение того, что мы живем все-таки в окружении каких-то невероятных артефактов в таком мощном историческом потоке, оно делает нашу жизнь не худше, чем жизнь людей 19 века, лучше, чем жизнь людей в 30-е года 20 века. Поэтому надо, как говорили в моей юности, кочумать, пережить это дело. Спасибо вам большое за это дело. Продолжение следует...